Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Лучшие традиции офицеров передаются из поколения в поколение. В органах правопорядка службу несут самые достойные сотрудники полиции. В целом, с изменением закона о полиции, функции остались те же. Это охрана общественного порядка, раскрытие, выявление преступлений и профилактика. Поэтому функции те же, задачи те же. Просто личный состав работает в новых условиях. Почему? Потому что было сокращение личного состава, соответственно, нагрузка на личный состав увеличилась. Но, тем не менее, каждый сотрудник Василковского отдела старается ответственно исполнять служебные обязанности. Как бы ни назывался этот день, или днем рабочей крестьянской милиции, или советской, российской милиции, или как сегодня он называется, день работников правоохранительных органов, это день настоящих праздников, настоящих профессионалов, которые днем и ночью стоят на защите жителей, на защите их семей, нашего Василковского района, Кубани и нашей Родины. Ваш профессиональный праздник. Я желаю вам здоровья, благополучия, успехов, удачи, везения. Будьте сильными и справедливыми. С праздником вас, дорогие друзья! В честь празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, почетной грамотой глава района наградил 14 лучших сотрудников. В этот день представители смежных профессий не остались в стороне. Виновников торжества поздравили те, кто многие годы связан с ними дружбой и деловым партнерством. С праздником вас! Здоровья вам! Семейного благополучия! Чтобы звезды вам вовремя падали на погоды. Я хотел бы вам пожелать, чтобы вы всегда повышались в мой профессиональный уровень, всегда были победителями в этой ситуации и обеспечили нам комфортное проживание на территории Василковского района. Кроме поздравлений, некоторым сотрудникам были вручены и ценные подарки. Например, администрация фирмы «Агрокомплекс» отметила тех, кто достиг высоких результатов в оперативно-служебной деятельности. Четырем сотрудникам было присвоено очередное специальное звание и еще пять награждены нагрудным знаком за верность долгу. На этом подарки не закончились. В этом году ожидается открытие нового отдела, отдела внутренних дел, отдела милиции. Соответственно, перейдут службы в уголовного розыска, криминальной милиции, криминального блока, канцелярия, штаб, тыловое подразделение. И будет запущено в строй новое здание ЭВС, которое будет соответствовать мировым и российским требованиям. В новом здании, но с неизменным усердием, сотрудники полиции будут нести службу во благо порядка и безопасности в нашем районе. Продолжение следует...